добрый день уважаемые слушатели канала сам здесь ну всем известно да что существует такая комбинация из цифр которая обладает волшебной силой и как вы думаете что это за цифры я думаю что не открылась секрета что это ваша дата рождения если научиться читать дату рождения то эти девять цифр изменяет нашу жизнь потому что дата рождения это наша дорожная карта со всеми подробными разметками дата рождения это компас нужное нам направление к счастливой жизни дата рождения это инструкция гармоничным отношениям с нашими близкими и дата рождения это наш навигатор к деньгам процеданию и успешной реализации к сожалению не все этим пользуются когда жизнь на автомате по чужим правилам погоня не за своими целями и полное непонимание от чего хочешь именно ты мало того многие люди даже не задумываются что может быть по-другому рассуждают что ну ведь все так живут но к счастью не все и наша дата рождения это действительно наш компас путеводить навигатор к интересной счастливой жизни главное уметь пользоваться этой шикарной подкасткой поговорим сегодня о прогностике года через полументарное описание причем эти описания которые я произнесу они подходят как первой половине года когда мы считаем личный или персональный год говорим соединим дату и месяц рождения да и складываем с энергию года но в этом году у нас два плюс два плюс четыре да получается у нас восьмерочка то есть число текущего года 2024 года это восьмерочка и эти же описание которые я буду произносить по планетарным циферкам от 1 до 9 подойдут для того чтобы проанализировать их вторую половину года если первая половина года это то это как некий режиссер он запускает года и как правило считается что это необходимо делать умна но это дело как правило знаете и солярного года и тогда это наложение будет одно на другое то есть описание немножко могут разница да из календарного года но когда мы смотрим вторую половину года то вот это вот вторая половина года это читается уже как экзамен как миссия года когда вы точно так же складываете аналогично но не только день в месяц а вы складываете все цифры даты рождения это так называемое число судьбы когда вы еще добавляете собственный год и тогда у вас появляется сумма то есть все числа приводятся к одному да и вот к этой сумме вы уже добавляете вот эту восьмерочку то есть таким образом мы ну вот например человек родился 19 марта мы сейчас считаем пока первую половину года да то есть мы складываем 1 плюс 9 плюс март это троечка получается у нас 13 1 плюс 3 равно 4 дальше мы прибавляем восьмерочку архитим года до 2024 года и у нас получается с вами тройка и поговорим что первое полугодие у человека пройдет под только правительством цифры 3 или планеты юпитер а если мы складываем например вот к этой дате 19 марта 1969 год мы должны все цифры сложить 1 плюс 9 плюс 6 плюс 10 и соединить с днем и с миссом то есть общая цифра получается такой-то и мы к этой цифре добавляем восьмерочку то есть вот таким образом мы как бы проявили нашу дату а день и месяц мы оставили весе с восьмеркой года как энергию первой половины года полностью дату с этой же восьмеркой мы как энергию второй половины года ну а сейчас я зачитаю характеристики если у вас в результате ваших суммы ваших исчислений получилось единичка и и число а этого года личного года это про то что у вас начало нового цикла а значит новой жизни это время когда нужно перезарядить свою внутреннюю батарейку готовиться к переменам в этом году происходит восстановление при их энергии что-то новое обязательно придет вашу жизнь что вы посеете в этом году будете пожинать течение последующих девяти лет обратите внимание на здоровье вопросы отцом с начальством много взлетов мы аккуратно с возможными болезнями приземлений здесь с внутренними изменениями могут быть осложнение партнерских отношениях человек возможно устал притворяется где-то в чем-то да и он не хочет больше идти на компромисс это единичка ну она одна да это не парная энергия человек такого виночка он может этот человек уйти в себя может даже стать немного одиноко на какое-то время да но одновременно вместе с этим у человека прибавляется уверенность в себе поэтому человек в этом году судьбой проверяется на смелость на выдержку и здесь важно в себя верить заложить все свои амбициозные планы прописать их и двигаться вперед дальше те у кого получилась двоечка как результат энергия этого года более спокойная энергия лунная она более нежная чем у года с числом единичка да и и здесь человек может немножко успокоиться в плане отношений стать более принимающим а если единичка это борец то бойчка это человек который готов идти на компромисс договариваться хорошее время для построения отношений но такое неоднозначное для принятия решений потому что будет много двойственности в каких-то событиях человек должен балансировать между тем и другим и такой год способствует разного рода отношениям сотрудничеству те у кого уже есть отношения могут сделать их более гармоничными у кого их нет могут начать задумываться серьезно о создании семьи и теперь году номер два человек начинает думать что я это хорошо но для счастья нужен и второй человек чтобы это я могло раскрыться полностью это год благоприятия для создания семьи для рождения детей духовной точки зрения более глубокое понимание двойственности этого мира принятия в себе двух равных энергий и ньянь это более спокойный семейный год даже для тех у кого есть отношения да иногда такое бывает что люди расстаются в этом году и это происходит с того что они начинают сомневаться находятся ли они в нужном месте с нужным партнером потому что энергетика двойки такая нестабильная зыбкой да такая проявляется поэтому нужно всегда понимать что выбор мы делаем сами и что необходимо взвесить все за и против не надо рубить плеча не надо не зацикливаться да на чем то например то что вас обидела важно проговорить и принять правильные решения для того чтобы достигать своих долгосрочных целей дальше если получилась троечка то здесь покровительствует конечно сам юпитер да планета гуру планета учителей планета расширения богатства это учитель богов и планета удачи вообще семейного финансового благополучия детей высшего образования за границей духовное развитие ну то есть почти все о чем люди обычно мечтают скрывается в одной этой планете скрывается вот внутри этой троечки это один из лучших годов для достижения успеха в вышеупомянутых сферах и понятно что надо брать быка за рога воспользовать использовать все шансы которые вам дает жизнь то есть предстоит расширение во многих сферах жизни но конечно и расходы да вклады тоже будут весомые и в этом году энергии будет вас достаточно чтобы реализовать все что вы уже запланировали несколько лет назад и продолжаете идти к намеченной цели и у вас появится возможность ощутить этот реальный результат своих действий этот год хороший для разного рода финансовых вложений для начала и продолжения своих проектов и у вас будет возможность полностью начать реализовывать все цели уже без сомнений идеальный год для того чтобы создавать семью тройка это не один не два это все таки мужчина женщина и ребенок и в первом году девятилетнего цикла человеку может быть хорошо и самому по себе во втором его уже будут привлекать отношения а тройка идеально подходит для того чтобы создавать семью и семьи созданные в этом году будут наиболее удачливыми они будут крепки они будут более крепки чем созданные в других годах потому что энергетика Юпитера и удача вот это даст вам свое высочайшее благословение вы будете более оптимистичными позитивными будете больше привлекать внимание окружающих и у вас все будет складываться лучшим образом чего я вам и желаю дальше четверочка если год с энергией Раху теневой планеты то это год такой реальности без розовых очков будут события которые уберут многие юзорные представления о мире о людях важно терпение трудностойчивость достижения цели и эти три кита что называется на которых продержится весь год желательно более реально смотреть на вещи вокруг себя избавляться от идиозии в этот период сама жизнь открывает человеку глаза на то чего он не видел или не замечал раньше это может касаться любой сферы отношений финансов работы здоровья вы можете обнаружить обман со стороны других чаще сталкиваться с аферами с облазнами с искушениями много значительных событий с резкими поворотами слишком важное начинание лучше не внедрять у человека с осознанным подходом будет достаточной энергии выйти из всех кризисов с помощью своей внутренней энергии какая-то мистическая сила будет выводить вас из самых запутанных обстоятельств к тому же Раху может быть как он вообще дает и материальный успех и продвижение и славу и важно не заиграться здесь да потому что Раху может и отбирать важно вовремя останавливаться человек может заинтересоваться астрологией мистика целительством медитациями энергопрактики любыми другими эзотерическими знаниями но будьте аккуратны выборе учителя чтобы не пойти ложным путем потому что Раху есть всегда твойственность пятерочка ну планета Меркурий легкая планета изменений прекрасный год когда есть возможность расширить поле своей деятельности налаживать контакты приобретая новые знания это год когда энергия вьет через край идет так много что у вас возникает беспокойство вы не чувствуете твердо почву под ногами но при этом для вас открываются новые неожиданные возможности так что будьте готовы использовать свой шанс год свободы который прекрасно подойдет для обучения планирования контактности наступает время когда в вашей жизни появятся новые люди которые в дальнейшем вам помогут которые приведут новое ускорение вашим начинаниям откройтесь потоку информации это прекрасное время для дальнейшей реализации ваших идей особенно бизнес Меркурий принесет вам много поездок путешествий встреч дела завертываются с невероятной скоростью если вы готовы к своему году номер пять то планеты Меркурий связаны с общением налаживанием контактов и важно выходить из дома встречаться с нужными людьми то есть можно и дома на диване этот Меркурий весь собственно просидеть тоже такой один из вариантов вот это вот оборотная сторона медали поэтому важно использовать тот ресурс который нам дается если нам дается свекла капуста морковка и так далее и мы можем из всего этого сварить прекрасный борщ мы можем отложить эту свеклу она вообще сохнется и сварить там какой-то бульончик вообще с какой-то лапшой всего-навсего была бы прекрасна возможность да то есть надо на время место обстоятельства вот это вот все учитывать всегда и в сфере отношений в этом году больше захочется такого легкого общения возможно не всегда легких не всегда наоборот серьезных любовных взаимодействий да потому что Меркурий он такой юнец он не так глубоко познает да ему интересно все абсолютно весь мир и он одно начал изучать параллельно у него еще какие-то проекты да и вот он может быть что-то не довел до конца начал уже что-то новое но тем самым расширяет кругозор он ищет пятый угол да то есть вот такое некое открытие в деловой сфере может совершить Меркурий поэтому все здесь может быть но оборотная сторона это вот такая холодность с партнером да где-то обман меркантильность поэтому вот тоже смотрите шестерочка ну планета Венера любит любовные демонические энергии соблазнительные такие штучки а значит год для больших искушений такая относительно холодная пятерочка ушла в прошлое да такая динамика у нас идет мы из одного погружаемся в другого состояния и здесь любовные переживания нахлынули на вас волной вот номер шесть это больше энергетика связанная именно с романтикой с интимными отношениями в материальном плане достаточная стабильность но можете прийти знаете вот так вот любовь приходит да как вот амур да в этих купидончик поразил огненной стрелой и вас тянет на подвиги в любой сфере там свидания расставания обещания человек может влюбиться в этом году номер шесть если он одинок или наоборот встретит своего партнера или нескольких партнеров которые его совершенно изменят они его прям встряхнут а может быть так что украсит его жизнь и для тех у кого есть партнер здесь вот оборотная сторона когда довольно сложные времена если его партнер у кого шестерочка может встретить такого человека и тот человек образуется такой любовный треугольник он может сломать жизнь этой семьи да поэтому тоже необходимо уделять внимание партнеру почему я говорю что важно знать эти цифры у себя у членов своей семьи и прежде чем вот так вот бросаться в омут с головой да лучше сто раз подумать прежде чем пуститься во все тяжкие если вот совсем по нему сам говорить иногда это обновление старых отношений при свечах в отеле у каминах как сюжет любовных романов и вы вновь влюбляетесь своего партнера вот это лучший вообще сценарий и там искра такая у вас снова зажигает в ваших глазах и часто в этом году случается ну такое что и драмы тоже да бывает мы уже говорили об этом и важно себя просто объективно оценивать и вот эти вот бабочки в животе да это все со своим партнером очень хорошо и собственно для свободных людей шестерочка она как раз много новых встреч принесет дальше мы движемся у нас семерка как число года и здесь можно с энергией кету тоже теневой узел переключиться с материального на внутреннее духовное чтобы энергия потекла правильно это год роста вашей души и не всегда капитала есть много неожиданностей много предопределенностей может проявиться потому что кету возвращает нас в старое кету вообще это прошлый опыт прошлой жизни опыт но иногда это вот такой возврат происходит и в этом году может быть ощущение как будто вы живете как в тумане не видите в какую сторону должны идти любовь возможно реализованная у вас будет или наоборот она прошла и оставила такие шрамы сердца или наоборот приятные воспоминания ну то есть вот кету оно погружает внутрь себя оно заставляет жизнь немножечко на паузу поставить немножечко в себя внутрь поглубже погрузиться вот по кету медитации тоже идеально делать чтобы понимать для чего это время вам да что вам подсвечивает вселенная что вам хочется подсказать на что обратить внимание энергия года такая немножко странная такая мистическая да и события такие же там могут происходить сны через сны кто сны видит люди из вашего прошлого переплетаются в запутанный клубок давние обиды всплывают из-под познания ну медитации обиды надо все отпускать да прощать людей и вот в новых для вас местах вам будет казаться что вы тут уже бывали ну вот это примерно так что например душа жила у человека в прошлом теле в прошлом костюме и это было другое государство человек приезжает в это место его прям тянет сюда а вот он наконец-то купил путевку приехал и ходит по этим улочкам и эффект дежавю такое у него ощущение что он здесь уже бывал вообще все знает да где какой поворот где какая сканичка стоит вот поэтому здесь важно понимать что не всегда есть логика в событиях иногда надо находить ответы на других планах бытия да то есть вот эти вот паломнические поездки хороши сюда хороши занятия духовной практикой как я уже сказала восьмерка год внутренней силы власти совершений и денег борьба между прошлым тем что или кем вы были до этого тем кем вы хотите стать это год может стать годом большого прорыва в жизни но это не произойдет просто так как такая по мгновению волшебной палочки потому что нужна большая внутренняя работа и восьмерка это такая бесконечность да это энергия сатурна как последняя возможность собрать себя в кулак начать реализовывать то что вы должны делать это год лидерства вот опять семерка да вот была немножко притормозили немножко погрузились в себя имитацию а восьмерка требует лидерства требует рвануть да раскрыть потенциал когда человек должен получить все и вот все то ради чего он последние годы трудился работал выбивался узнавал по Меркурию разного рода события кармического характера происходит в этом году ничего не вырастет если вы ничего не посадили человек должен знать чего он хочет если он ничего не хочет он ничего не получит если у человека нет цели нет желания он останется на месте и энергетика не будет на него влиять вообще то есть могут быть потери ради новых приобретений разочарования ради других побед от одновременно страхов и достижений человеку придется перебороть свой внутренний страх могут повториться в жизни опасения но важно их пройти препятствия будут вас преображать и вы засияете еще больше ну и наконец мы добрались до девятки это энергия Марса и это энергетика планеты такая активная брутальная это кульминация девяточка завершает цикл 9-летний это год подведения итогов человек в этом году должен отбросить то что ему не нужно и забрать с собой все необходимое на следующий цикл в этом году какие-то двери закрываются чтобы потом открылись какие-то новые вы приобретаете новые знания новые черты характера которые вам более подходят и теперь вы совершенно другой человек вот если кто-то задумал например поменять работу на энергии девятки ну если конечно Марсулат хороший вообще по другим показателям тоже то можно но как правило не рекомендуют на завершение девятка завершая цикл менять работу считается что у нее нет энергии жизни это вот как осень да когда мы пытаемся посадить вроде бы еще тепло и у нас семечка там мы посадили ее она дала росточек но ведь через там две недели зима и заморозки этот росточек погибнет просто да то есть важно дождаться интимнички начала цикла который запускает на девяти летний цикл вперед но Марс дает много взлетов падений экстремальных ситуаций не провоцируйте их самостоятельно важно отпустить прошлое отпустить людей если они уходят из вашей жизни если вы расстались с кем-то то этот человек уже не вернется в вашу жизнь и от вас зависит как долго вы будете тянуть это прошлое за собой чем быстрее вы забудете горечь расставания тем быстрее выйдете на новый уровень сейчас время подведения итогов год трансформации изменений борьбы где то вам придется быть воинственным бороться за свои цели отстаивать то что вы заслужили потому что если вы чего-то достигли в году номер восемь возможно вы нажили каких-то врагов завистников есть люди которые вам не нравились или не нравятся кому-то не нравятся ваши успехи и вам придется защищать свои достижения то есть это такая девяточка мужская активная энергия и важно сохранять терпение не проявлять агрессивность но если надо защищаться то если нет возможности никакой другой то конечно надо отстаивать свои интересы и собственно начинать пройдя этот год этот период готовиться начинать цикл новый жизнь с нового места чего я всем и желаю до свидания